Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок, с вами я Сергей Жардецкий. Мы с вами уже очень хорошо должны знать об использовании бактериальных и грибных биопрепаратов у нас на участке. Однако до сих пор в комментариях наиболее часто задаваемые вопросы касаются безопасности этих препаратов в отношении человека, дождевых червей, тех же пчел. И поэтому в сегодняшнем видео мы коснемся этого вопроса. И я надеюсь, что к концу видео мы с вами поймем, почему использование данных препаратов абсолютно безопасно для окружающей среды и нас с вами. Итак, продолжим. Начну я с того, что в очередной раз напомню, что почвенные грибы живут в окружающей среде, в почве, в большой концентрации и независимо от нашего с вами желания. Вне зависимости даже от того, какую химию мы вносим, просто может меняться количество живых микроорганизмов непосредственно на вес какой-то почвы. Но они все равно неубиваемо продолжают там сосуществовать со всеми окружающими их организмами, с нами в том числе. И такое сосуществование длится уже очень много миллионов лет в течение эволюции, независимо, верите вы в эволюцию или нет. А я напомню, что грибы появились на суше гораздо раньше, чем из воды на сушу вышли растения. Некоторые ученые датируют появление грибов на суше от 700 миллионов лет до 2 миллиардов лет тому назад. То есть вы должны представлять, что все это время мы с вами, независимо от того, верите ли вы, от кого мы произошли или нет, но наша эволюция постоянно шла параллельно вместе с грибами. И они никакого негативного влияния на нас не оказывали. Я говорю непосредственно о тех почвенных грибах, которые мы используем у себя на приусадебном участке. Это метаризиум, триходерма, баверия. Они абсолютно безопасны. Сейчас мы начнем разбирать непосредственно то, почему они безопасны именно для нас. Начну я с того, что наш организм обладает высокой температурой тела выше окружающей среды. Наша температура тела, лежащая в пределах 37 градусов Цельсия, абсолютно некомфортна для существования этих грибов, для их размножения. Она их не убьет, но развиваться и размножаться внутри нашего тела эти грибы просто не могут. Поэтому они де-факто не могут нам причинить никакого вреда. Кроме того, абсолютно непреодолимым препятствием на пути этих грибов в наш организм является наша кожа. Она настолько толста и настолько невкусна для грибов, что они не только не могут ее пробить, не обладают необходимыми ферментами для того, чтобы быстро это сделать. Быстро я имею в виду опередить скорость обновления нашей кожи, учитывая толстый слой, кератиновый слой нашей кожи, покрывающий ее снаружи. Поэтому кожа является абсолютно непреодолимым препятствием для этих грибов. Поэтому брать метаризиум, баверию, триходерму открытыми руками без перчаток абсолютно безопасно. Кто-то может спросить, а что будет, если мы вдохнем пыль или споры, или минеральную основу, содержащую споры, и гифы непосредственно в легкие. Что тогда будет происходить? Легкие не защищены толстым слоем кожи. Ну и тут, конечно же, опять самая главная, вернее вторая главная причина, почему гриб не может нас атаковать, это наша высокоразвитая иммунная система. Стоит спором попасть к нам в легкие, как макрофаги, это такие ползучие клетки, которые постоянно копошатся по всему нашему организму. Извините за аллегорию, конечно, ацетологи, но они защищают нас от всех бактерий, вирусов, спор грибов, пыли, которая проникает в наш организм непосредственно в легкие. И как только спора проникнет в легкие, эту спору сразу же атакуют макрофаги, переваривают, и абсолютно никакого вреда она не принесет. Ну а если вы жуткий аллергик, тогда вам просто стоит одеть, скажем так, медицинскую маску, которая защитит ваши дыхательные пути от вдыхаемых спор. И, а что в принципе споры могут вам сделать? Ну, если вы аллергик, то знаете, какие у вас симптомы аллергии. Когда вы вдыхаете пыльцу деревьев, когда вы вдыхаете домашнюю пыль, абсолютно никаких отличий. Вдохнув споры гриба или минеральную основу, на которой нанесены эти споры, вы просто можете покашлять, почихать. Но неблагоприятных каких-то последствий у вас абсолютно не наступит. Что касаемо дождевых червей, гриб абсолютно безопасен для них, и это уже показано. Ну, хотя бы потому, что поверхность дождевого червя покрыта кутикулой. И несмотря на то, что мы говорим о кутикуле и в отношении насекомых, нужно сказать, что кутикула кутикуле рознь. И строение ее у дождевых червей абсолютно отличается от строения таковой у насекомых. Поэтому гриб не может пробить толстую кутикулу дождевых червей по причине отсутствия специфических ферментов, разрушающих именно эту кутикулу. Кроме того, выделение слизи, как и сама активная жизнь дождевого червя, сводит на нет всю стратегию атаки почвенных грибов. Потому что для заражения почвенному грибу необходимо прикрепиться, а червь выделяет слизь, которая смывает споры гриба. Активное ползание стирает споры с поверхности гриба. Именно поэтому дождевой червь не может быть объектом атаки почвенных грибов. Ну и, конечно же, о пчелах. Конечно же, это насекомые, с которыми мы, по сути дела, уже давно образовали такое симбиотическое сотрудничество. А не нам, мы, им. Наука не описана ни одного факта, скажем так, поражения пчел не метаризиумом, не баверией. Хотя, конечно, следует сказать, что если мы возьмем пчелу, обездвижим ее, поместим в почву, прольем баверией или метаризиумом, то, скорее всего, через месяц-другой, возможно, ее тело будет, скажем так, заселено этим грибом. И мы увидим вот эту картинку, насекомое, поросшее мицелия. Но пчелы, они не отличаются долгожительством. Они живут всего лишь от месяца, иногда чуть-чуть больше. И они ведут настолько активный образ жизни, что атака гриба на них просто-попросто невозможна. Ну и кроме того, при правильном использовании гриба, почвенных грибов, препаратов почвенных грибов, мы не допускаем встречи пчелы и нужной концентрации этого гриба. Просто потому, что эти препараты мы вносим в почву, но никак не опрыскиваем цветы и цветущее растение непосредственно сверху. Я надеюсь, данное видео было для вас полезно. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И до скорой встречи. До свидания.